Загадочная Бирма Все эти годы берманцы боролись за независимость. Родившийся в мае 1911 года Шу Маун, настоящее имя будущего генерала, которое в переводе означает «зеница ока», с детства слышал разговоры о положении в стране и с молоком матери впитал идеей свободы и независимости. Нельзя сказать, что Шу Маун был держим желанием сделать военную или политическую карьеру. Скорее даже наоборот. Его отец был налоговым инспектором, а впоследствии фермером. Выращивал на своей земле рис, кукурузу и арахис. И сын его тоже стремился к мирной жизни. По берманским понятиям семья была довольно зажиточной, но совсем не влиятельной. Поэтому и устремления сына фермера были вполне земными. Он хотел стать доктором и не мечтал ни о чем другом. Даже жизнь в монастыре, в берманских семьях, исповедующих буддизм, мальчики некоторое время исполняют обязанности послушника при монастырях, не пошатнуло его намерение лечить людей. Хотя монастырская закалка пригодилась будущему политику. Став главой государства, он пытался привить стране, в которой немало христиан и мусульман буддийское мировоззрение. В 1929 году Шу Маун поступил в университетский колледж на естественное отделение. Если бы молодой человек меньше играл в футбол и хоккей на траве, то при своей цепкой памяти и неординарных умственных способностях он явно преуспел бы в лечении болезней. Но Шу Маун оказался натурой чересчур увлекающейся, так что при сдаче выпускных экзаменов провалился на биологии. К отчаянию родителей из колледжа пришлось уйти и с мечтой о врачебном ремесле расстаться. Молодой человек искал свое место в жизни, однако все, за что он брался, не приносило успеха. Так амбициозный паренек, несостоявшийся студент, оказался служащим почты. И тут ему, как говорится, поперло. Оказалось, что даже рядовая должность при наличии цели может стать трамплином для жизненного взлета. Молодой почтовый работник получил доступ к переписке правительственных чиновников, в том числе и весьма конфиденциальной. На тот момент Шу Маун сошелся с будущей элитой страны, движением «Токинов». Эта антибританская группировка ставила своей целью освобождение от колониализма. Читая чужие письма, он снабжал друзей важной информацией. Наверное, уже тогда будущий руководитель могущественных спецслужб сформировал принципы успешного руководства, важнейшим пунктом из которых является доступ к информации. Молодого сообразительного паренька оприметили руководители «Токинов» и вместе с группой из 30 человек отправили его в Японию. Там они проходили военную подготовку, намереваясь по возвращении создать национальную армию Бирмы. Эти 30 человек, молодых, умных, волевых, впоследствии создали костях руководства страны. Шу Маун на тот момент ничем не выделялся среди них, разве что именем. Здесь он взял себе новое – У Невин, что значит «бриллиант, сияющий как солнце». Пафос можно объяснить бирманскими традициями. Если русские революционеры называли себя Сталином или Каменевым, почему бы уроженцу такой экзотической страны, как Бирма, не стать бриллиантом? Как известно, бриллианты имеют множество грани, и У Невин тоже оказался многогранной личностью. Вернувшись домой, он возглавил одно из армейских подразделений, воевавших вначале с британцами, а потом и с новыми оккупантами – японцами, заслужился до полковника, а потом и до генерала. В 1948 году Бирма получила государственную независимость, но в стране оказалось слишком много политических сил, жаждущих прибрать власть к рукам. Началась гражданская война, и волею умеющей ладить со своими подчиненными генерал сделал многое для того, чтобы окончательно не затопить страну кровью. Уже тогда, видя уверенность и способности У Невина, некоторые предлагали ему совершить переворот и взять власть в свои руки, но генерал выжидал, вероятно, он не был уверен в том, что его время пришло. И только в 1962 году, разгромив войска японцев, повстанцев, гомендановцев и даже поруководив страной в качестве главы Временного правительства, У Невин решился на полноценный захват власти. Во главе государства стал Ревсовет, который решил строить в Бирме социализм, опираясь на идеи марксизма, национализма и буддизма. В Бирме началась эпоха У Невина, которая длилась почти 30 лет с 1962 по 1988 год. Вопрос о том, был ли У Невин настоящим диктатором или же он представлял из себя всего лишь политика с авторитарным стилем правления, чем-то напоминающим политический стиль Дена Сяопина, открыт до сих пор. Противники бирманского политика уверены, что У Невин ничем не лучше Пиночета. Он несколько раз железной рукой разгонял студенческие бунты, не останавливаясь перед сотнями человеческих жизней. Он умело сортировал кадры, не позволяя никому из своих конкурентов стать более популярным, чем он. Если же такая угроза назревала, У Невин тут же увольнял подозреваемого со всех постов и сажал под домашний арест. Стиль правления У Невина был довольно схож со стилем Сталина и целой плеяды лидеров поменьше. Его окружали исключительно лояльные ему люди, а тех, кто пытался возражать, ждали политические забвения. Тюрьма на худой конец смерти. Он покончил с многопартийностью, отправив за решетку лидеров-социалистов У Ба Све и У Джо Ньена. Расправился с генералом Джо Зо, одним из 30 товарищей. Его обвинили в пособничестве коммунистам. Отправили в отставку, а потом арестовали. У Невина обвиняли и в неумолимом хозяйствовании. Он национализировал промышленность, банки, газеты, финансовый сектор. Изгнал практически весь иностранный капитал. Заставил крестьян платить в целеобразную продразвезку. Сдавать государству урожая по самой минимальной цене. Тот же подход генерал демонстрировал в международных делах. Бирма долгие годы проводила политику самоизоляции. Отказываясь от контактов с государствами, проводящими политику неприсоединения. Генерал прославился множеством непонятных инициатив. Он не раз зачем-то приказывал разрушать мосты, а потом строить их заново. А однажды изнал указ, который сменил левостороннее движение в стране на правостороннее. Говорят, это было сделано потому, что Унэвин считал коммунистический режим слишком левым. И таким образом хотел, чтобы в Бирме ничего не напоминало о коммунизме. Надеясь обрести бессмертие, он купался в дельфине и крови. Имел множество любовниц и был одним из самых богатых людей Юго-Восточной Азии. Злые языки утверждают, что его состояние было нажито преступным путем. Ло Хсинг Хан, героиновый король, был вначале назначен Унэвином командиром отряда, боровшегося с постанцами-коммунистами на территории Золотого Треугольника. Генерал разрешил Хану торговать наркотиками и поддерживать транзит героина, за что якобы получал от него свою долю. Вместе с тем диктаторские замашки бирманского генерала были явно смягчены буддизмом, главным принципом которого является помощь людям в их желании освободиться от страдания. Так, несомненной заслугой жесткого Унэвина считается противостояние коммунистической угрозе, обеспечение единства многонационального государства. Не так все катастрофично и в экономике. Невзирая на отставание Бирмы в развитии, режим Унэвина гарантировал стабильность, предсказуемость, минимальный уровень выживания, сохранение традиций, отсутствие преступности. Политический долгожитель Бирмы пытался влиять на процесс управления государством, даже достигнув 91-летнего возраста. Это надоело правительству и в 2002 году его вместе с семьей поместили под домашний арест. Такого неуважительного отношения престарелый генерал не пережил. Спустя 9 месяцев, в декабре 2002 года он умер. Статью подготовил Дмитрий Куприянов. Куприянов публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2014 год. Не забудьте подписаться на канал в правом верхнем углу, оставить ваши комментарии и смотрите мои новые репортажи. Субтитры создавал DimaTorzok